Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас, видите, какая локация! Эрс долго бегал, устанавливал тут лампы, стул тет-а-тет, мы такие друг против друга. Нет, я вообще вот так вот в стуле поставил, а Таня сказал, у меня какие-то огромные ляжки. Ну, не, ну... Ногами вперед мы сидели. Ракурсы. Я говорю, ну давай вот. Ну так они тоже громадные. Они просто... У меня-то они по жизни большая, у нее, да, нет, ну нормально вроде. В общем, что сегодня? Сегодня ответы на вопросы. Да, сегодня ответы на вопросы, но за это время что-то поднакидалось, вот, поэтому я... Начнем с вопросов. Давайте начнем с вопросов сразу. Вольфа, не хотите ли вы третьего ребенка? Возьмемся за руки и честно ответим нет. Не хотим. У нас двое замечательных, долгожданных детей. Нам хватит. Да, на этом мы, пожалуй, и остановимся. Вот. Третьего никогда не планировали и не планируем. Хоть Таня иногда и задается вопросом. Я не задаюсь этим вопросом. А, ну не знаю, она меня иногда просто хочет потроллить или что там, лишний раз убедиться. Такая... В этом я ей говорю, ну ты что... Она говорит, не-не, я тоже хочу. Она говорит, что там вообще такие вопросы задавать непонятно. Ну мало ли. Надо узнать. Так, ладно, давай. В общем, нет, не хотим. Как бы, мы не против многодетных семей. Все остальное, конкретно мы, конкретно себе, хотели двух детей. В принципе, вот это как бы изначально у нас такой вопрос стоял, да, там. Ну, и тем более нам уже лет. Да. Ну, опять-таки, мы не говорим, что в эти гадания надо заводить еще детей. Это вот личное решение. Мы для себя определили, что мы не хотим. Все. Добавить к этому, наверное, нечего. Второй вопрос. Кто из вас более строгий, Эрнст или Таня? Было бы интересно узнать. Сложный вопрос, наверное. Наверное, Таня все-таки. Ну, как бы, тут, видите, есть такая вот строгость, да, она, опять-таки, сама по себе такая вот субстанция неоднозначная, да, там. Если возьмем там слово жестокость, мне кажется, у нас вообще этого нету. Мы оба как бы добрые. Тут про строгость. Мы как бы, ну, наверное, оба не любим какую-то расхлябанность, но Таня ее любит еще в гораздо меньшей степени, чем я. Я из-за того, что как бы сам могу где-то что-то накосячить, что-то еще, ну, так вот, какие-то вещи. Я ко многому отношусь как бы, я готов себе многое прощать. Я готов, да, ко всем остальным. Он относится ко многим всем. Таня, она четкая, ну, вот я так от себя расскажу, мне кажется. И поэтому она как бы во многих вопросах строже. Но, как бы, вроде бы, как, мне кажется, до каких-то перегибов это особо не доходит. Но иногда у нас что-то доходит, и мы иногда реально сидим вечером и обсуждаем ту или иную ситуацию. Ну, в смысле, вот, мы можем реально обсуждать, типа, ну, наверное, не стоило тут как бы так сильно там, ну, настаивать на своем, там, ну, в отношении какого-нибудь там из детей. С панером можно было, как бы, там, дать слабину и фиг с ним, как бы там, пусть бы это было так. И мы реально обсуждаем, и мы реально говорим, что если там ты там видишь, или я вижу, что кто-то что-то тебе кажется, когда-нибудь перегибает, ну, типа, там так. У нас секретного слова нету, ну, как-то так, это, типа, притормозили. Иногда нам влоги помогают, мы посмотрим на себя со стороны. А иногда нам влоги помогают, на самом деле. И думаешь, ну, блин, вот, правда, зачем вот тут мы так отреагировали, прям. Ну, даже конкретно взять, вот, у нас когда там была закупка, да, и Таня мне потом показывает. Говорит, смотри, что-то вот тут Вика что-то у нас попросила, мы там... А мы, ну, постоянно торопимся, да, как бы, ну, еще что-то нам надо быстро все сделать. Мы пришли за... А я вообще, если пришел в магазин, мне мама еще говорила с детства. Она говорит, тебя отправишь за луком, и ты вернешься с луком. То есть никакое там, там, все, я вот, у них, согласно плану, здесь, вот, списка. Я тоже, мне там лево-вправо, вот, все, не до этого, да, и вот, ну, как-то тут вот Таня прям не показывала. И аж чуть ли там не вся, там, это, в трансе была, какие мы нехорошие родители. Там, ребенок там попросил, сам попросил, все отказали, мы такие, ну, все, давай в следующий раз. Ну, как бы, ну, прикольно, что мы это увидели, что и, как бы, для себя там какие-то выводы сделали, что, ладно, блин, фиг с ним, там, шоколад какую-то можно еще что-то там купить. Ну, вот, тоже. Ну, опять-таки, мне ответили на вопрос, кто строже, да, вот. Ну, как бы, наверное, Таня может больше, чаще делать замечания, но если взять, допустим, Макса, я для себя принял, как бы, решение, что тут я злой полицейский. Как бы, пусть Таня его любит, он там, она ему потом приходит, жалеет, но, как бы, я его иду ставить в угол, я ему, как бы, объясняю, что там не это. Ну, как бы, у меня такая позиция, что с сыном, как бы, отец должен быть строгим, мама должна любить. Как бы, ну, строгим, понятно, тоже то любить, но быть, как бы, строгим, больше отец. То есть, а мама там пусть дарит, безусловно, любовь, хотя, конечно, она ему тоже там, он всем мозг может вскрыть, как бы, и не скажет, что там она там, только это. Ну, короче, как-то так. Так, как-то так. Поэтому, наверное, сложно сказать. Ну, да. Наверное, 50 на 50. 50 на 50, мне кажется. В целом, да, наверное, примерно одинаково. Так, ну все, третий вопрос. А можно вопрос? Можно. Да, Викуля ревновала вас к Максу. Нас к Максу, да? А, ну да. Ребенок, знаю, родители. Ну, вот как-то прям, ну... Ну, нет, не скажу. Ну, то есть, так вот, допустим, в момент, он родился, да, и вот мы там что-то снимем туда-сюда. Вот не было заметно, чтобы она в этот момент как-то ревновала. Ну, какой-то период был там что-то такого, что она нам что-то говорила. Ну, мне кажется, даже это уже, может, когда ему там год было, еще что-то. Наверное, когда... Ну, то есть, мне кажется, мы как-то старались более-менее давать внимание и Вике, в том числе. Ну, как бы, ну, как бы мы об этом думали и рассуждали. Что тут сейчас надо не зациклиться, как бы, да, а стараться все-таки, ну, распределять внимание. Вот. Но потом, когда он стал крикливым, там, после года, и стал пытаться забирать вообще все внимание себе, да, там, как бы... Вот, скорее, даже вот в этот момент она иногда там могла что-то такое сказать. Но мы все равно стараемся тормозить, как бы, его и с его желанием забрать все внимание на себя, как бы... Он и сейчас пытается. Он и сейчас пытается. Ну, практически только этим он сейчас и занимается, мне кажется, в основную свою часть времени. Там, он, ему что-то интересно, тот же, Викуля, Викуля, там, так это, там, сестренка любимая, что с ним играется, тут же все забрал все это. Все, уже не готов делиться, ну, это как бы, ладно, ребенок растет. Ну, это все. Да. Стараемся, короче. Ну, совсем небольшие, там, какие-то предпосылки, такого, чтобы как... Ну, я понимаю, что бывает иногда глобальная редность, когда вот просто ребенок... Не, ну, у нас... Зачем его уже вели, зачем, давайте его там отнесем назад, и все такое. Глобальной редности у нас не было. Да, как-то она, ну, с пониманием... Она и сейчас его любит. Тоже на него, там, идет, обижается, вот, там, тет-тет-тет. Мы ей каждый раз пытаемся объяснить, что, ну, он просто маленький. Ну, ты понимаешь, он сейчас вырастет, и, как бы, вот этого не будет. Сейчас иногда, да, мы готовы ему что-то дать, лишь бы он замолчал. Как бы, ну, ты пойми, как бы, ты большая. Ну, это вот такое временное явление, как бы, мы не из тех, то есть он, как бы, это долго не продлится. Чуть-чуть понималка получше начнет понимать, когда он поймет, там, вот это вот, там, сейчас не так, а потом ты, извини, там, ни мультиков не посмотришь, гулять не пойдешь, и все такое. Сейчас у него нету этого мышления, как бы, да. Что ему можно сказать, что, ну, окей, веди себя так, ну, как бы, получишь ограничения какие-то. Вот, а когда это будет, ну, я думаю, там все станет, сейчас, ну, просто маленький, капризный. Ладно, давай следующий вопрос. Бывает. У вас большая просторная квартира, расскажите, как вы ее приобрели? У нас есть, по-моему, целое видео про то, как мы покупали квартиры. Видео есть? Да, мы целый ролик записывали, прям целый вид, что у нас был, как, типа, мы больше заработали на квартире. Ну, надо, да? Найти надо его. Ну, если коротко, то сначала, мы вообще познакомились в общаге, 5 лет жили в общаге, ну, в смысле, мы с первого курса начали встречаться. Ну, в смысле, жили в общаге, потом жили в съемных квартирах. Потом, да, в двух съемных, ну, в одной мы там месяц прожили, в другой три года прожили в съемной квартире, потом взяли ипотеку. Купили однокомнатную квартиру, потом ее выплатили, продали и купили вот эту. Опять-таки в ипотеку. И эту ипотеку неизвестно когда заплатят. Тут как бы Если там мы брали миллион То здесь мы брали 4 миллиона Мы купили за 5 И взяли 4 В общем, как-то так Первый раз, когда я Таня, какие-то цифры поправляю Пятый вопрос Смотрела Орел и Решка в Красноярске Показался очень душевным Дешевым Душевым Душевым показался Дешевым проезд на общественном транспорте По сравнению с Калининградом Также интересно, сколько платите За коммуналку По поводу общественного транспорта Честно, я даже не знаю, сколько он стоит Мы на автобусе не ездим Уже много лет Сколько, интересно, стоит в Калининграде Да, напишите, сколько в Калининграде Вообще, напишите, сколько у вас в городе стоит Ну, то есть В общем, про автобусе сказать не можем Если честно, даже не знаю, сколько стоит Я в последний раз помню, что там что-то 30 было, когда это было. Я вообще 20, мне кажется, помню. Ну, то есть как-то... 30 я и то вижу. Благо у нас две машины, и даже если что-то где-то приключается, всё равно как бы не на одной, так на второй мы едем. Так, ну что, коммуналка у нас сколько стоит? Ну, это к тебе вопрос, я вообще не знаю, сколько стоит. Добавили коммуналку нам, поэтому сейчас у нас где-то 10 500 выходит. Да? Раньше там что-то 9 выходило. 8 я вообще помню. Ну, 8 с копейками. 7 даже помню. Ну, что помните. В общем, растёт коммуналка. В общем, сейчас где-то 10 500, это без интернета. Ну да, это понятно. Но со светом. Ну да, да, да. Со светом. Свет, вода. Свет, вода, всё. Мы ещё постоянно забываем закидывать показания счётчиков. Показания счётчиков нам надо закидывать. Нет, вот наружу. Потому что нам удобнее на сайте, а на сайте там даётся окно в 5 дней, в котором мы вообще никогда не вспоминаем, что это сделано. С 20 по 25 можно зайти на сайт, подать. Ой, ладно. Давай не будем об этом. В общем, потом что-то пересчитать. Следующий вопрос опять про квартиру. Какая температура у вас в квартире зимой? Есть ли у вас на батарее регулятор мощности? Так, вот мои родители живут в Калининграде, дома нечем дышать. Отопление центральное, всю зиму открыта форточка. Ну, у нас есть регулятор мощности, у нас закрыты все батареи. Да, но мы не пользуемся, потому что батареи просто закрыты. Иногда, конечно, прохладно. Ну, не настолько, чтобы включить батареи и, знаете, задыхаться в жаре. То есть, это вот прохладно. Ну, ты с утра просыпаешься, и тебе зябко. С вечера мне иногда, ну, там и проветрить хочется, и все. В общем, наши батареи закрыты. Мы люди жаркие. Мы, может быть, их бы открыли и открывали чаще форточки. Но из-за того, что у нас часто воздух за окном вонючего вкуса, ну, со вкусом дыма и кочегарки, поэтому тут сильно не проветриваешь. Поэтому, если будет вдруг жарко, ты останешься в жаре. Потому что ты не сможешь открыть и проветрить, если на улице как бы неблагоприятные метеоусловия, как это называется. Люди говорят, это просто черное небо. Вот. Поэтому у нас батареи отключены. Хватает тех труб, которые у нас есть. Так, тут у нас... Хотя это вот у нас так. В соседних подъездах люди некоторые жалуются на очень дикий холод. Вот. Что-то там, говорят, в соседнем даже доме. Наверное, в сорока, что-то там переписано. Не знаю, мне кажется, и в нашем жалуются. И в нашем жалуются. Ну, то есть тут как-то у кого как. Видимо, что у кого угловая квартира, у кого что. У нас в первую зиму было прохладно. Мне кажется, пока мы не заменили вот эти вот резинки на окна, туда-сюда как-то они... Ну да, у нас стало нормально. ...чувака, который нам поднастроил двери, чтобы они как-то плотнее закрывались, заменил резинки. И вот как-то сейчас такого мы не ощущаем. То есть было и сорок, и было так. Ну да. Всё. С целым скучным-то парень. Сказал Татьяна, заканчивай про это рассказать. Так, тут вопросы закончились, но есть последние вопросы, которые ты почему-то не записал. Ну я тут так же. И сейчас Елена Бурова нам задаёт вопрос. Вольфа, вы правда пьёте какао? Или кофе так шутку называете? Мы правда пьём какао. Ну я реже, в основном Тане какао, но иногда я пью. Но когда мы говорим, что мы пьём какао, это... Это прямо, это значит именно какао. Да, это какао. Таня что-то подсела на какао, но даже сегодня с утра это... Даже сегодня... Давай кофе, она говорит, нет, пьёчу какао. Так, и вот... Выпил весь детский несколько, допивал. Продолжение, продолжение этого... Ещё, подожди. А у вас родительский комитет не заставляет детей сопровождать на экскурсии? Так, да-да-да. Ну это вот к вопросу, что Вика у нас ездила на экскурсию. Родительский комитет у нас не заставляли ехать. Во-первых, мы не в родительском комитете. Во-вторых, не заставляли, потому что у нас есть учитель и у нас есть куратор. Да, у нас... А там два сопровождающих должно быть взрослых, поэтому поехал учитель, куратор. Ну и плюс там еще, или кто-то из родителей был там, Светлана, я не знаю, я просто, они там скидывали документы там, которые подавали. Ну, может, организатор. Или со стороны, может быть, ну, тех организаторов экскурсии кто-то был. Может быть. Ну, то есть, потому что там еще какой-то... Три человека. Ну, то есть, это... Так, может, экскурсовод? Ну, может быть, я говорю, ну, либо экскурсовод, либо тот, кто организовывал. Ну, там все было организовано специально. Потому что их в несколько мест возили, то есть, их там на Мемориал Победы возили. Три-два со школы. Да, памятнику там Дети войны, еще что-то. В общем, как это вообще экскурсия, если выдастся в подробности, то появилось. То есть, у них вот, когда был этот день окончания блокады, и был всероссийский урок про блокаду, ну, то есть, соответственно, у них тоже он проводился. Вот. Ну, и там многие дети домой пришли, там, рассказывали. Ну, в общем, решили устроить такую экскурсию. Типа, давайте узнаем, нет ли такой экскурсии, что более глубоко там уже, там, куда-то там их свозили, там, в центры какие-то. Вот. Узнали, что есть такая готовая экскурсия, которую купили, организована на автобусах для перевозки детей, которые, там, нам все скидывали, показали, что там с ГИБДД согласованы маршруты, все там, сколько нанесе, чего. То есть, ну, прикольно, я люблю, когда все это, не пойми, кому, а, то есть, там, ну, все там, как бы, с согласованием со всеми, то есть, там, это, их свозили на экскурсии. Да, родители, к счастью, там, не требовались. К счастью. Так, так, так. Еще что-то есть? А, тут, кстати, тоже Ирина Серебрякова спрашивала про какао, ну, не про какао, а что ты купил мне какао, по-моему, в прошлом выпуске, вон, и ты пошел в это. А, когда мы такие, сейчас запишем на этот, на... Да, 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 и у нас не получилось. Звука не было. Потому что звука не было. То есть, Таня реально включила скриншот экрана, записала, я ей там показывал, что тебе купить, мы там поговорили, а звук не записывается. Я так подозреваю, что программа записи экрана, если она видит, что идет, ну, вот эта вот связь какая-то по кому-то мессенджера, она просто блокирует запись звука. Ну, короче, звука не было, поэтому, что я поела? Я съела и клешчик, но не созвищенки, к сожалению. Она выбрала эклер, поэтому... Был эклер, была и трубочка, и в итоге она купила эклер. Так, и вот еще тут у нас закупка была, мы там с тобой смеялись про петерсончики. И вот тут пишут, петерсончики, может... Кто угадает, что такое петерсончики? А может означать спички? В общем, что такое петерсончики? Это вот в школе у Вики была математическая неделя, и им там за всякие там участия, задачки, активности давали петерсончики. И в чат родители тоже скидывали задачки, и кто первый отвечает, тот своему ребенку зарабатывает. Сейчас, давай петерсончики. Я бы сразу не понял, почему это так называется, какой-то там... Ну, давай. У них математика по учебнике, петерсон, автор учебника по математике. Поэтому, как бы, вот эти какие-то монетки, наградки, да, которые они, ну, вот, копили, ну, там, соревновались, их назвали петерсончики, ну, в честь автора их учебника по математике. Вот, поэтому, да, родители, мы там говорили, что мы проворонили петерсончик. И мы просто надо, кто первый ответит, тот зарабатывает. Да, то есть в чат родительские скидывают задания, каждый день кидали, ну, всю неделю по заданию, вот, чьи родители быстрее всех решат. Мы, короче, не заработали в питерском. Мы ни одного не заработали. Пару раз мы уже буквально отвечать, и хоп, кто-то вперед отвечает. Ну. Ко мне, потому что там это был так, например, Антоня залетает, там задание надо срочно решить. Ага, там, четыре человека купили, свернули бумагу, у них ты, 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 ну, там, для четвероклассников задание, это, между прочим, не для первоклассников, родители, он скидывает задание до четвертого класса. Ну, то есть ты его решишь, но пока, это, хоп, кто-то вперед решил. А еще было как там, кто-то вперед решил, мы такие, давай его перепроверять, понимаем, что-то неправильно, начинаем решать, в этот момент кто-то решил. Ну, кто-то не занимался перепроверкой, я сразу начал решать. Ну, в общем, ну ладно, следующий вопрос. Расскажите, что у вас за фитнес-часы, какая фирма удобна ли в использовании? Фитнес-часы у Тани, она по нему тебе не имеет какие, поэтому отвечу я. Это, по-моему, Xiaomi, My Band 3 или 2. Ну, они, в общем-то, недорогие, Монали, Монали. Нет, нет, мы их покупали, мы вообще в Таиланде были. И Таня такая, хочу эти часы. Я, по-моему, у тебя днерождение даже тогда было. Да. Днерождение? Наверное, ты днерождение берил. Да, то есть хочу фитнес-браслет. Мы тогда ходили много там, прикольно считать. Таиланд, два месяца жили там, так классно. В общем, часы, так, скажи фирму. Xeon, My Band, вот не помню, 2 или 3, что-то такое. И вот мы, в общем, заказали, нам это в Таиланд. Да, ну, типа на тайском Алиэкспресс. Типа Алиэкспресс, а только тайский, что-то. Но мы вообще там, сайты забирали, то все. Во-первых, на сайте как-то все это заказали. Адрес. Такие, ну как, а какой у нас вообще адрес? Давай там что-то пытаться, там, по каким-то документам, по договору. Ну, нашли вроде адреса. Привезут, не привезут, до последнего не знали. Да, до последнего не знали. Ну, а оплата при получении. Ну, как бы ладно, ну, закажем, закажем. Как бы там буквально проходит, там, может быть, 3-4 дня. Смотрим, доставка какую-то из Бангкока, ну, вроде как это... Быстренькая. Ну, да, это соседний город, да, то есть, должен привезти быстро. То есть, там, вот, несколько дней проходит, коп, какой-то звонок. Да, и мне там что-то там, человек на ломаном английском, я, человек, который там соседний, пытаюсь ему объяснить, там, типа, там, у нас тоже, мы, наверное, на видео снимали. На видео снимали. Да, у нас это тоже во влоге было. Мы пытаемся объяснить, там, типа, давай, там, иди, там, в лобби, сейчас встретимся. Вроде понял, понял, только прихожу, точно, Паня стоит. Ну, все, в общем, мы получили часы, и до сих пор вот их ношу, набрала на Алиэкспресс разные цвета браслетиков, и я довольна. Ну, а что еще надо? Время показывает? Время показывает. В душе купаться можно? Да, можно купаться, сколько шагов я тут находила. Ладно, у нас отферировался, что-то съемка, не знаю, что-то включит иногда камера. Ну, поэтому сразу видели. Так, потом остановились. Ну, браслет, в общем, удобный, хорошо купаться можно. Хорошо, все есть, на телефон есть. Ну, я как-то особо сейчас не пользуюсь поначалу, что еще как-то это. Ну, да, можно в телефон в приложение зайти, он тебе показывает, что вы там поспали столько-то, вы проходили столько-то, там можно графики-то выстроить. Статистики посмотреть можно, все. В общем, самые недорогие. Я не помню, я не помню даже какой-то в мере твой пульс. Пульс есть, да. Ну, в общем, все адекватно. Да, ну, по факту там смотришь свои шаги, и то сейчас как-то сильно не смотрим, мы дома сидим. Это вот летом прикольно смотреть, когда ты выходишь, спрашиваешь, ой, ну что мы сегодня находили? Он даже, когда 7 тысяч шагов сделаешь в день, он завибрировался, красавчик. 7 тысяч шагов сделал. Да, так сильно. Ну, вроде все у нас по вопросам, слушай. Все? Если у вас еще остались к нам вопросы, вы пишите. Ну, выпишите, мы еще раз проведем. Новые, маленькие, большие. Вот, скопились, ответили. Да. Ну, как еще раз скажу, мы могли что-то пропустить. Да, могли пропустить. Не помню, чтобы было вопросы. Если вы написали что-то, мы не ответили, повторите. Да, повторите, пожалуйста. Значит, мы просто как-то не увидели и пропустили. Ладно. Ну, все, давайте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok